Тил? Да. Проверяем, работает ли. Ну что ж, да. Пишу в чат, чтобы прочекали стрим. Да можно и смеем зайти глянуть. Так, ты на новую вербочку МСТУ забавил, всё верно? Да, естественно. Да, отлично, работаю. Господа, дайте знать, что со звуком. Да, ребята, пишитесь в чат, как там дела. Чего-то... А, у меня реклама запустилась, я не вижу стрима. Это, это, это хорошо. Зато я вижу видосик, как жирный кот идёт в воде. Так, ну я вижу стрим. Отлично, звук есть, это хорошо. Мой ключ лагает. Я думаю, мы готовы уже, в целом, приступать, да? Да, в целом, я думаю, команды, в принципе, согласны начать. Сейчас я ещё раз спрошу, на всякий случай, в чате. Можешь запускать окно игры, собственно, самой. Уже? Уже. А настройки лобби сделаны? Да. В режиме код хат 3 победы, соревновательная игра, ограничение 1 героя на команду. А повторы? Заблокировать повторы ещё, пункт. Заблокировать повторы. И третий снизу. Настройки игры третий снизу, заблокировать повторы. Чтобы повторов после сметки не было. А, у нас такого не было в прошлый раз. Было. Заблокировать облики. Вот, заблокировать повторы, включить. А, погнали? Погнали. Первая катка у нас King's Row. King's Row. Что ты думаешь о командах? Уже команда 66,6% поступала. Ну уж. Вторых ребят я не помню. К сожалению, я не наблюдал игры ни одной из команд в полном стаке, но мне довелось играть с некоторыми отдельными игроками. Это как-то знамомер. Например, Крис, игрок в данном случае команды Красный. Я с ним играл на разогреве на выходных в последние дни каникул февраля. Мы, когда играли дружеские матчи. Что такое игра на разогреве? Когда мы до начала турнира в тестовом режиме запустили стрим и сыграли, как бы, три команды. Да, вот мы с ним были в одной команде. Правда, когда мы, да, когда мы играли, мы, как бы, играли немножечко другим составом, и Крис выступал на диве. Поэтому мне в целом будет интересно посмотреть. Ну, возможно, в этот раз посадили на саппорт. Так, давай посмотрим на составы. С красной стороны у нас Фара, Люсюаня, Крысавчик, Заря и... О, Крысавчик, что у нас не идти. Рейнхард и Вдова. В принципе, нормальные игроки вдовы для первых пострелов. Некоторые еще берут Ханзо, чтобы кинуть их пострелу и поспевлять, где стоит соперник, но... Сторона Защищающаяся, которая уже точно не поменяет сетап. Берет Симетру, Мерси, Люсио, Заря, Рейнхард и Солдат. Три саппорта. Интересно. Это какая-то заготовочка, или... Ну, я полагаю, в данном случае Симетра играет роль своеобразного Керри. То есть, я думаю, мы будем агрессивную игру от Симетры на первой точке. И в будущем можно быстрее набить барьер. Что же, команды? Начинают расходиться, а вдова настелировать сверху, пытаются снять кого-нибудь из команды Шимадо Брос. Пока у нее этого сделать не получается. И вот команда заняла стандартную позицию. Команда атакующих под забором. Команда, защищающаяся, естественно, варкинг. Симетра могла поставить Турелли на автобус, чтобы попытаться зацепить какой-то процент у димейта своего. Но она решила это не делать. И, так сказать, положила все яйца в одну корзину, и сейчас пара их поломает. Я думаю, команда Шимадо Брос сделала расчет на то, чтобы... Минус солдат? Да, минус солдат. Отличный выстрел от задовы. Делала расчет на то, чтобы... Идет инициация от команды 66%. Пока сложно сказать, кто побеждает, но видно, что... Идет имейт от 66%. Команда Шимадо Брос умирает. Идет захват Точка, остается только Заря. Но она не сможет долго противостоять четырем игрокам. У нас тоже умирает. И, похоже, это будет захват Точки от 66%. Отличный шаттер выиграл Ренфарк. Ковалил трех человек и выиграл тот самый файт для Сарфонда. Не самый удачный чардж был от него. На нем не было ни бабла, там не очень хороший момент для этого был. Он, в принципе, по две пти заехал. Но несыгранность и ни команда позволила реализовать шаттер. И выиграть этот файт и первую точку для красной команды. Посмотрите, как дальше будет шаттер. Я думаю, дело скорее в том, что этот шифт не был нацелен на то, чтобы кого-то убить. Это просто была инициация. А по-хорошему, если Ренфард шифтится для инициации, его тут же убивают. Но на нем был шар от зари. Не было, не было, не было. Нет, 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 я точно видел на нем шар. В самом начале. Его быстро сбили, но он у него был. Давай, занимайся позиции прострела. По сути, он может срезать пару. Очень легко. Должна это делать, пара вылазить слишком далеко вперед за счет Ренфарда. Если команда не контестит синяя команда, теряет... О, тут же сбивается ульта пара. То она устроит диски. И все. Команда 66% двигается намного увереннее, чем Шимада Брос. И кажется, на данном этапе они возьмут вторую точку без особого сопротивления. Команда Шимада Брос даже не дала свои ультимейты. Возможно, они хотят скомпилировать свои способности. Да, чтобы было красиво, да, я понял. Да, но в целом пока они не оказываются сопротивлениями. Очень быстро потеряны вторая точка. Ренфарду синей команды необходимо просто встать на эту тележку и не продвигать ее даже. Ей нужно, во-первых, сейчас доехать до поворота, чтобы можно было удобнее защищаться. Но дальше, дальше уже нельзя ее пускать, потому что это одна из последних защитных позиций на этой карте. Сейчас фара, фара просто безнаказанно стреляет, солдат даже не пытается по ней заработать. Идет шахтер в щит. Рейхарда выкидывает за предел, он сразу же прыгает обратно. И что-то еще один шахтер в щит. Большой от Зари. Еще один Большой от Зари. И джина есть тяжко от Зари. Я дается басы труже, я дается труже у человека. Фары просто весело. Да, но в целом пока команда 66% проигрывает по размерам, и она выдвигается на... Нет, ну неудивительно, если красная команда отдала два ультимейта, а синяя команда зала пять ультимейтов. Так что тут как бы, в принципе, красная команда осталась в плюсе с этого. Да, и сейчас нужно просто регруппиться и атаковать заново, потому что у них есть, в общем-то, способность. Даже на самом деле можно сказать, что они сдали один только был Фолк Зари, потому что, как бы, шахтер какая-то был другой, другой инициацией. Могут поконтестить еще. Мерси нужно было давно менять. Мерси свою роль не выполнила. Райхард шифтует в пропасть, отличный шифт от Райхарда команды Шимада Брос. Ну, тренировались долго ради этого. Я такие же шифты на Эхинвальде даю очень часто. А там куда-то можно шифт-шифтоваться в нем. Ну, так, первый раунд остается... А, на мосту, я понял, я понял. Это команда 66%. Да, 3,5 минуты, это очень хорошее время. Да, а к поводу шифтов, шифты я даю из замка со спауна после захвата точки и уезжаю в пропасть на мосту. Хорошее решение. Быстро и безболезненно. А главное, эффективно. Ну что ж, теперь нам осталось посмотреть на то, как команда Шимада Брос реализует свою атаку. Не хотелось бы заранее подчеркивать, но чувствуется разница в сыгранности команд. То есть, команда 66% точно знает, что и в какой момент нужно делать, чего держаться. Но, с другой стороны, они не оказывают должного сопротивления, чтобы понимать, насколько... Нет проверки на вшивость этой их сыгранности. То есть, какой-нибудь хороший дефенс они могли бы уже и расколоться. Начинать разбредаться, и фар у них летает очень опасно впереди. И вдавание слишком меткое. То и то, и то. И карта чарджется без бабла в заре. И Броуди покидает матч, очевидно. А настрой паузу. Контрол-шифт равно. Как много сразу сообщений. Ну, если бы у меня ревнуло... Господа очень переживают за то, чтобы вы поставили паузу. Не переживайте, господа. Да, тут есть пауза, представляете? Кстати, прошу заметить, что на стриме матерится, насколько мне известно, не приветствуется. Так что... Поаккуратнее. На твиче же можно за это банствовать, если не ошибаюсь. Я бы не думаю. Ну что ж, ждем возвращения Броуди. Пока можно сказать пару слов по поводу пика команды 66%, которую я так уверенно пронесла Шимада Брос в первом азии. Вполне стандартный пик защиты. Два саппорта. Фара, солдат. Заря, инфаркт. На самом деле, может быть здесь более целесообразно брать Куджа, но, как я понял, Кудж ни с той, ни с другой стороны не играет. Опять же, чуть менее целесообразно, но лучше, чем пара, могут быть и Генджи, и Торбьерн, и Симметра. Пара не слишком играбельный пик, когда ты точно знаешь, а ты точно знаешь, что в атаке будет вдова. Да. Также с этого будет страдать и солдат сильно, потому что солдат тоже ваншотная цель для вдовы. там ебабельный, кто-нибудь писает, ему нужно очень правильно позиционироваться. А позиционироваться, особенно при защите первой точки, крайне сложно, потому что вдовы, как бы, очень много прострельных коридоров, она может и прыгать с кука, там, 360 шут давать, если очень крутая дава. Моя суперспособность разряжается. Между тем, отсутствующий игрок возвращается, и мы сможем снова наблюдать второй уже раунд этого противостояния. Возможно, шестым игроком в команде Шима Доброс будет профи, да? Да. Кстати, хотелось бы отметить, что уже второй матч подряд я встречаю достаточно истандартные, и рискованные пики на турнире. Вчера, например, это был Винстон, которого я очень редко вижу... А вот взряды, кстати, вот взряды. Насчет нашего пика Винстона. Винстон персонаж гораздо более гибкий, чем Рейнхард. Гораздо более метовый сейчас. Он хорошо заходит под дайв-компой, он хорошо играет с Зарёй, он наносит тонны урона под Зарю, и, в принципе, ставит точно так же гибко отверха. И более мобилен. Нет, с этим я не спорю. Я не говорю, что Винстон плох, я просто говорю, что он редко встречается. Нет, он частый пик сейчас. Просто на большой сцене. Ну, так я же говорю про наш турнир. У нас как-то как сцена побольше, посолиднее, понимаешь? Да я не усилена. А, что ж, стандартный обмен обилками идёт. Непонятен мне пик Дивы в атаке сейчас, учитывая, что там... Ну, хотя фара, но... Ой. Хорошо, извини. Какая-то неаккуратная попытка зайти сейчас была от Шимадо Брос. Да, фару не отпускает солдат в небе совсем фару, но, опять же, у этого положения сейчас... Может, он толкнет на то, что он получит кончёт от медовы и уйдет на базу. А отражает базу, убийство. Райхард совершенно в миспозиции, и он умирает. Ну, отражает. Совершенно не реализуя. Время. 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 Если бы Райхард был жив, можно было бы инициировать и попытаться разломить команду. Ну, нет, очень-очень плохая идея, я инжулирую свежки фары, потому что это как бы и не пин, и не выцепил-то никого. То есть ты всё равно залетаешь 6-6, а позиция у защиты априори лучше, потому что они стоят на месте, а ты заходишь. Поэтому тебе в любом случае нужно делать один килл, а только потом пытаться что-то разыгрывать. И один килл здесь, скорее всего, должен разыгрываться именно от вдовы по солдату или по фаре. Больше как бы особо не с чего. Может быть, пара кого-то на рандоме зацепит в таком днюсио, но твоя часть крайне мала, если команда адекватно позиционируется, адекватно бегает, и Анна хорошо выкидывает. Идёт шаттер, а пошли в щит уже очередной. Какой за этот матч? Вообще, вообще непонятная шаттер, а зачем? Команда инициировала, не заходила, просто шаттер в никуда. Ну, может быть, просто не пытается подловить кого-нибудь, всё-таки выцепить. Меняет позиции, поднимается с первого этажа на второе, но никак не может выцепить никого. Команда атакующая как-то так неуютно, неуверенно мнётся на входе, пытается зайти. Да, у них нет колонной инициации. Ой, тут же отлетает инфаркт. Райхард выбивает, он шестуется. Отдаются басы с обеих сторон. Просто слив ульты и лющио, они пытаются зайти, но уже слишком поздно, их должны убивать и наказывать. Инфарда идёт тиммейт. Но её тут же скидает Дима и убивает кого-то. Райхард заходит на точку в одиночестве, но тут же умирает. Похоже, что это опять провалово. Не хватает такого вот, знаешь, строгого кулатка у синей команды, который скажет, вот ребята, пошли сейчас. Вот сейчас в окно мы заходим, допустим того-того и убиваем. А они как-то так, типа, ну может, давайте вот сейчас зайдём, вот, наверное, нет, ну ладно, не зайдём. А ты там один за своё номер, другой зашёл. Вот сейчас фара неплохо пикнула Ларенфарда и... Как же будет, я их покажу. Тут подпишутся, взорвание. Вы поняли, чаржи, но это выберите из него и чарж, и выберите лобосы. О, и отъезжает Дова. Как же так, солдат убил Дову. Вот этот номер. Ультимейт в одну Зарю, сразу ультат фару убивают Зарю. Но умирает Райхард, команда атакующая. Три ультимейта отдаёт атакующая команда. Но один ультимейт солдата тут же отменяет всю эту атаку. Хорошо спинцирующийся солдат. ДВК команда атакующих в небольшом преимуществе, но они всё ещё не в состоянии захватить точку, потому что команда защитников всё ещё имеет достаточно много ресурсов. Но они слишком долго бегали за солдатом. И продолжают бегать за фрагами сейчас. Который туда зайдёт Райхард, зайдёт Заря и захлебнётся. Идёт Шеттер Касси, Шеттер Четверик Петер. Это же Бустио, господа! Посмотрите, как он стреляет. Посмотрите, как он ультует. И команда 66% похоже выбивает команду Шамадо Брос только очередной раз. Да, естественно выбирает, потому что сданы басы и уже Райхард на месте. И Райхард синий команды нет жиг, но... Поднёмся на наступление. Он умер. Вот он шифтует, шифтует, агрессивно атакует стену. На последнем мишени заходит, просто команда пытается что-то сделать не отстанье. Это будет не отстанье. Райхард улыбается. И похуже первая карта будет за командой Шеттер Четверик Петер. И заходит Мерси, вот этот спаситель для Мерси. Ну, нет. Что ж... Не уверены, крайне не уверены играют Шамадо Брос. Хорошее слаженное позиционирование команды 66,6% приносит первую победу в топилке команды 66,6% на карте Кингро. Что ж... Ну, очевидно, что опять Overwatch... Давай посмотрим. Лоберак. Слэйв-доги. Давай посмотрим. Да, я думаю, это ультимейт пятерых наоборот. А я думаю, это Шаттер. А, нет. Это ультимейт пятерых наоборот. Это тот, который... Выиграл им на фар первой точке. Да. Ну, там очень плохо опустил Райхард Шит. Он должен был знать, что у другого Райхарда есть Шаттер. И Шитки в том случае не опускать. Либо... Крайне вовремя его поднимать наоборот. Ну, что ж. Райхард крайне ответственная роль. И сажать игрока, которая не очень хорошо играет на РХ... Такое. Это... Как это? Ключевая позиция. Я с тобой полностью согласен, как игрок на Райхарде. Ну вот, да. Я понимаю. Как бы есть ключевые позиции. Это... Анна. Это... Рейхард. И дальше на выбор. Либо Пуш, либо Заря. С тремя игроками можно уже строить команду. Люсио. Да, важно. Да, надо правильно бупать. Но главная роль Люсио это колы. Колы можно раздавать там из Зари, из солдата, если постараться. Солдат... Если цели неподвижны, он все равно попадет. Так что при позиционной стрельбе солдат может быть любым. Второй танк, если хороший Путш, неважно, он просто кидает баблы. Если хорошая Заря, то... Сберешь любого Генжи и просто кидаешь на него вовремя баблы. Но это все должна выхиливать Анну. Да, и очень часто пики на нашем турнире, к сожалению, не реализуются в полной мере. Я думаю, в этом проблема любительских турниров... Да, конечно. Это скилл у драков. Тут надо учитывать, что... Даже при построении стратегии своей команды, ты рассчитываешь, что этот игрок может не сделать того, что ты от него ожидаешь. Итак, у нас следующая карта. Шоссе 66. На самом деле, достаточно часто эта карта вообще банится, потому что она крайне неприятная, она длинная, и позиции защиты очень тяжело вскрывать. Она дисбалансная, она совсем на защиту играет. Да, вот я хотел сказать, что это очень необычный выбор для турнира, потому что очень часто, когда я присутствую на бане карт, сразу же 66-ое шоссе отправляется в бан просто первым же пиком. Ну, не первым, но обычно уходят баны дабл-поинт-карты. Мы уже говорили в прошлом стриме об этом, что стараются не играть под эти двухточечные без тележки карты, потому что они слишком однозначны. Как будто ты проиграл первую защиту, всё, это минус карты. Ты что, просто по сноубболят пройдут полно. Никаких вариантов камбэка у тебя особо нет, право на ошибку тоже нет. А здесь что, проиграл файт, ну подвинули чуть-чуть тележку, потом проиграл ещё один файт, ну ещё чуть-чуть тележку подвинули. Начал выигрывать тележку и обратно поехал. Что ж, пики у нас в этот раз фактически те же самые, не считая того, что в команде атакующих мы видим Дзиньяту в этот раз. Пики в этот раз тачёные. Снова у нас Мерси со стороны красной. Ребята, видимо, всё ещё надеются на её полезность. А со стороны синий тот же самый пик, что был в защите Кинзроу. Ну, в принципе, верно. Мне не совсем понятна позиция сейчас синей команды. Они помогли встретить Шмадо Брос на заправке, но... Кстати, заметь, очень хороший минус солдата от фары. Солдат должен контрить фару, умирает от неё. Ну, это была случайная ракета, да, да, случайная ракета. Фара в синей команды очень хорошая. Сейчас Рейнхард должен умирать после своего чарджа, да, он тут же отъезжает. Размен Рейнхарда на Люсио не совсем... Неравноценный. Но, с другой стороны, Люсио это важная единица при встрече игроков со спота, когда ты в защите, когда спам далеко. Сейчас Заря в бэке у синей команды, и... Ну, она быстро уходит оттуда, потому что, значит, ей там делать нечего. Ну, есть чего, но ей сейчас сразу же бомбардин дают. Так, у нас синяя команда Contestants не даёт бегать тележку, прям... Разная пытается группиться. Они могли бы чуть-чуть пропустить тележку, чтобы было дефицит удобней, но они решают, что нет. Ребята, дальше тележку вы не подмените. Очень агрессивная оппозиция прям... Да, на самом деле она... Претендующе на победу такие, ребята. Мы сильные, вы к нам не подберёте. Фара могла бы облетать, стрелять, но... Видимо, она с солдатом синей команды здесь... Гой, отдаётся бэкхол от зарисения команды, сейчас... Герои! Сейчас будут... Адэшат, мёрзся, прямо под шаттер, непонятный интерес. Красная команда практически в полном составе умирает. Остаётся только два саппорта живых. Это саппорта фара. Забираются лидаты, остаются два игрока. С трудом ушедшие... Получают просто рандом-шоты красная команда. Незачем. Надо регруппаться. И зиньята непонятно зачем здесь. Играют без Люсио атака. То есть они не могут резко заиндейджить и пойти. Хотя как раз это им сейчас и нужно. Дождаться пока не будет шаттер у РХа, залетать и убивать всех. Но они не могут сделать его на кустов. Солдат не может перестрелять пару. Может, не было бы смысл ему пересесть на Марпиз. Похрив проще стрелять. Ой, даётся ульта от фары и ничем не наказывается. Очень неаккуратно умирает Райнхард защиты сейчас. При этом был крайне поздний... Даётся ульта от солдата. И он попытается всех перестрелять. Но перестрелять только раз, два... И может быть... Всего-то троих он убил. И это может быть серьёзным препятствием для команды атакующих. Почему? Вот перехвалил я синююю команду. Ульта от фары совершенно никак не наказалась. Я сказал, что был супер-хозний бабл. Зари на неё. То есть, она сульту провисела... И ещё шатер-хустато от Райхард на атаке. Шист пустота от Райхард защиты господи. Что творят эти ребята? Еще один шатер-хуста. Солдат безнаказанности. Просто обмену, тем мы. Это бездумный обмен, тем мы. Ребята, что это делает? Фара умирает, залетят слишком далеко. Убирает солдат. Ничего, выглядит. Доставим этот груз, да? Ну почему же? Птички поют. Поезд горит. Фара летит мимо поезда. Красиво так на фоне выглядит, между прочим. Не получается красной команде вскрыть оборону соперника. На самом деле, это значит только то, что следующий раунд будет крайне коротким. Из-за того, что финале фон будет сразу за поворотом. А до этой точки, даже против сильных команд, доехать можно, потому что до этой точки спускают. В принципе, может быть, это такая многоходовочка от красной команды. Пропустить... Точнее, наоборот, не пропустить телевку. Посмотри, посмотри, что происходит сейчас. Красная команда может, в принципе, сейчас регруппится и захватывать первую точку, если им повезет. В ощущении, команда совсем расслабилась. Да, Рейхард просто вышел в пятерых, начал махать молоточком. Ему быстро доказали, что молоточек вот здесь не самый большой и не самый главный. Он пытается в одиночку снова выйти на красную команду, но у него, получается, не очень обрывается. Просто размахивают. Дает ультимейт двоих. И, похоже, красная команда сейчас будет улетать. Очень красиво получилось. Рейхард чарджер подкилл двоих, а солдат их медицарезал. Прям на... Бустео, в очередной раз мы наблюдаем бустео под щитом зари. Именно благодаря имуществе команды выиграл TeamFight. Это просто MVP сегодняшней игры, я считаю. Полностью поддерживаю. с точки зрения. 0,0. Смена сторон. А, рассказываю пожелание пускать от первого лица, но достаточно сложно. Но я постараюсь. в полной мере охватить и поле, и ситуацию лиц игроков. Особенно неплохо было бы посмотреть на взгляд со стороны бустео, да. Да. Извините, я прямо сейчас не могу на него переключиться, потому что он еще на спарне. Сложна оперативная работа, скажу я тебе, вот я хочу прям подчеркнуть важность работы Александра на наших стримах. Выполняю роль оператора. Мы видим, кстати, пик крысавчика в команде обороны сейчас. Это просто пик отчаяния какой-то. Ну, кстати, я с тобой не соглашусь, крысавчик, если его уметь реализовывать. Очень неплохой пик мы, когда играли в первый раз на турнире. Не, давай так, крысавчик очень неплох, если ты не знаешь, что против него делать. Да, но ты не забывай, на каком турнире мы играем. Здесь недалеко не все игроки имеют рейтинг в 3500, и далеко не все игроки знают, что вообще делать с любым героем. И когда они видят героя, которые не играют... Берите Сомбру, господа, берите Сомбру, она вообще не вредимая с ними в качестве. Между прочим, Сомбра очень хорошо контрит Райхарда, если Сомбру умеет играть. Да, естественно. И команда играющая от Райхарда очень часто может из-за этого просто отлететь. Я не раз наблюдал такие ситуации в соревновательных матчах, когда я беру Райхарда в вражеской команде Сомбра, которая умеет играть, и я просто ничего не могу сделать, потому что меня постоянно взламывают, меня постоянно убивают, и за этим мы проигрываем. Посмотрим, получится, и давай сделаем первый гиг. Пока не получается только пафосно пройти по...10 вагону. то что то неплохо а это на тракторах оборону сразу терять выгодную позицию я активировал в общем то даже не идет никакого контакта особо груз уже проехал за поворот команда атакующих сейчас идет вперед в райках прыгает на груз панике не было это моё а это катавасия происходит сейчас на экране но игроки просто не находятся непонятно где стреляют понятно в кого а мы не знаем его фокусы совершенно непонятно что если ученка это не получает баба отзари идет вперед проекта туристов тележку все команды медленно но уверенно продвигается вперед заветная команда просто не может перетягивание каната со стороны синий команды ясно но я думаю что их нет твоих хороших украинских минус 2 внутри мистерсовчиком остаются басы играть но просто шикарно взял рельхар сарчика и пока это будет конец я просто вижу это ся от первого лица восхитительно играет инфаркт у меня друзья мои это победа победа уверенно победа 2 0 сегодняшнем матче быстро и в общем то без особых проблем со стороны победителя стаж поздравляем команду 66 процентов с победой это было быстро слишком быстро эх почему лучший момент только что был у инфарда ну мы видим штат мы видим стяжку ага и мерси мерси прям это было потрясающе потрясающий момент я думаю Рейхард здесь заслужил сейчас как минимум эпический матч но лайк и похоже Рейхард станет без заслуженного звания мвп этой игры можно поздравить команду 66,6 процентов крайне качественная игра да друзья еще раз приносим свои извинения за задержку со стримом это непредвиденно так получилось но мы надеемся что вам было приятно посмотреть этот матч пускай он был достаточно коротким но тем не менее достаточно динамичным особенно на первой карте так что желаем вам всего самого лучшего приятного вам вечера и спасибо что смотрели с нами эту игру доброго вечера господа спасибо 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 спасибо